Субтитры сделал DimaTorzok Он мне про какие-то горизонты, про фотографии из космоса, а я стою на своем Девчонки бежали от восторга Ну что, двойку схватили? Ну что вы, Сергей Пеливич, не в третьем классе С нами теперь уважительно Если ты так считаешь, говорят, докажи, докажи И что он сделал? Раздобыл какую-то бредовую книжку, проштудировал и произнес публичную речь на 20 минут Что земля плоская А что, не верить, ходить докажу сейчас Да нет, упаси Бог, зачем? Плоская так плоская, во мне один черт Наверняка вы видели видео и фото типа этого Человек делает снимки здания на противоположном берегу И с ростом расстояния здание все больше и больше уходит, в кавычках, под воду Значит ли это, что между челом и зданием, которое он наблюдает, надувается водяное пузо? Но у меня тогда сразу вопрос Если бы это так и было, не устремилась ли бы вода к берегам, следуя своей естественной природе, а именно, равномерно занимать предоставленный ей объем? И второе Есть ли другой способ объяснить это явление? Или же мы, зная о свойствах жидкости, все равно будем утверждать об умении воды принимать разнообразные устойчивые поверхностные формы, вдобавок к той, что мы называем водяной уровень? Да, современная наука утверждает, что вода плавненько обволакивает поверхность шара благодаря гравитации То есть половина этого отеля скрыта по причине того, что мы, живя на шаре и, следовательно, всегда находясь на его вершине, глядя по сторонам, видим, как объекты, удаляясь, постепенно тонут в линии горизонта, следуя нисходящей траектории Ведь, живя на глобусе, мы знаем, что благодаря гравитации понятия низ нет Мы всегда находимся в аппице, то есть в верхней точке шара Аргумент с горизонтом, конечно, самый банальный, и он же самый очевидный Ведь каждый может убедиться в том, что удаляющиеся от нас объекты на определенном этапе перестают быть видимыми из-за того, что их скрывает выпуклое шарообразной земли И этот аргумент столь очевиден, что плоскоземельщики, ну просто обязаны были бы придумать что-то, чтобы попробовать его опровергнуть И они, ну уж в меру своих умственных способностей, придумали Плоскоземельщики говорят, что все дело, во-первых, в перспективе, а во-вторых, в поглощении и рассеянии света земной атмосферой То есть удаляющийся объект, по их мнению, со временем становится просто неразличим для нашего глаза из-за уменьшения линейных размеров И из-за того, что излучаемый или отражаемый им свет поглощается атмосферой Чтобы убедиться в том, что это не так, нам достаточно просто подняться повыше На крышу здания, гору или, скажем, взлететь в небо на самолете Вы наверняка помните эти кадры, когда ведущий прогноза погоды, увидев фотографию, сделанную на берегу озера Мичиган, на которой виден город Чикаго Расположенный на противоположном берегу примерно за 90 километров И то, как он ее прокомментировал То, что вы здесь видите, это мираж Обычно вы не сможете такого увидеть с противоположного берега озера Мичиган Мы говорили об этом вчера, условия нормальные на озере Но в действительности, это мираж небоскребов Чикаго Но через год этот же ведущий, получивший кучу твитов и имейлов от людей, которые писали, что это не мираж Он решил обратиться за помощью к специалисту Есть множество условий, при которых рефракция может проявиться в атмосфере И одно из таких условий называется люмин Расширение горизонта Это ситуация, когда вы видите объекты, которые не видны благодаря изгибу земной поверхности Испец ему объяснил, что нормально вы не можете видеть город Из-за изгиба поверхности земли Но то, что вам все-таки позволяет видеть Чикаго Так это атмосферное линзирование А точнее вода в атмосфере, которая работает как линза Именно это явление заставляет свет изгибаться, следуя изгибу земной поверхности Мы тоже в состоянии провести такой эксперимент Для чего нам нужна фотография Чикаго, линза и немного скотча Ставим фото на ровный стол Ровный Крепим линзу, отходим на 90 километров И вуаля Здание чуть менее чем наполовину скрылись за изгибом стола Или все-таки линза виновна в том, как мы воспринимаем эти здания Приблизимся и здания снова видны Еще один простой эксперимент с линзой На ковре я расположил здание В кавычках И опять Низ здания пропадает из виду Благодаря чему? Правильно Благодаря изгибу моего покрывала Шутка А вот вам пару реальных примеров того Как то, что поначалу можно трактовать как О, я не вижу ту нефтяную платформу, потому что земля круглая И она не видна ввиду искривления Вдруг чудесным образом становится видимой Притом настолько отчетливо, что никаких других трактовок Кроме атмосферных условий у нас в голове не возникает В этот момент изгиб поверхности земли куда-то пропадает И плоская реальность забирает то, что ей принадлежит Если вы хотите разобраться в вопросе формы земли Изучайте перспективу В этом видео я приведу еще пару аргументов в пользу плоской поверхности, а не сферической Многие интересуются проблемами фаз луны, солнцем, сезонами, часовыми поясами, солнечным терминатором, полюсами Друзья, эти явления очень интересны не без оснований Но предполагают обширное поле для спекуляций Как с точки зрения земли сферы, так и с точки зрения земли плоскости Ввиду отсутствия фактического материала для анализа по некоторым позициям По крайней мере у меня А вот на что я могу опереться фактически, а не умозрительно Так это на тот факт, что вода по поверхности сохраняет горизонтальный уровень Всегда А так как воды в предполагаемом сфероиде две трети от площади земли То брать во внимание нужно именно водичку Как бы вы не изменяли рельеф емкости, в которой находится вода Ее поверхность всегда остается горизонтальной Если вы допускаете вероятность появления разного рода структур на поверхности воды Как то горбы, впадины и тому подобное Тогда мы вынуждены признать существование силы, которую еще не обнаружили Гравитация, дорогие друзья Это облеченная формулы прокладка Которую используют везде, где невозможен физический эксперимент Физическая наука закончилась вместе с Теслой И началась эра Эйнштейновского математического абстрактного моделирования Математика ведь это не естественная наука Если же мы говорим о прикладном характере математики То и здесь главной задачей будет построение математической модели Которая связана с реальностью Внимание, посредством гипотез, идеализации, упрощений А что такое математическое моделирование? Это посредованное, практическое или теоретическое исследование объекта При котором непосредственно изучается не сам интересующий нас объект А некоторая вспомогательная, искусственная или же естественная система Находящаяся в некотором объективном соответствии с познаваемым объектом То есть если нам говорят, что водичку можно как угодно изогнуть по поверхности То только в качестве ментального упражнения Используя еще не обнаруженную силу гравитации Но так необходимую для математической модели Как говорится, нельзя физически доказать Но если очень хочется, то можно Математически И последнее для этого видео критическое замечание Оно имеет отношение к восприятию объектов Которые исчезают или скрываются за горизонт Ввиду поверхностных искажений На этом видео обратите внимание на противоположный берег И как меняется восприятие береговой линии Ввиду погодных условий Видео ускорено Это то, что шароверы иногда трактуют как объект В данном случае береговая линия Уходит под горизонт Ввиду искривления поверхности земли Ну или воды, как в данном случае Но как мы видим Даже на таком небольшом расстоянии Объект способен нырнуть под горизонт Отнюдь не из-за шарообразности А ввиду рефракции, вызванной изменением погодных условий Под конец добавлю Человек даже с прецизионной аппаратурой Не способен видеть бесконечно далеко Лидия горизонта Которая при безаппаратном наблюдении Через 5-6 километров Скроет невысокие объекты Горизонт это реальная преграда С аппаратурой не имея Не меняя высоты С которой наблюдаешь Это расстояние можно увеличить Но не радикально В это, наверное, трудно поверить Но закон перспективы Плюс атмосферная дисторсия Не позволяет видеть Галапагосские острова Это видео тому пример Даже на небольшом расстоянии Невысокие объекты могут пропасть из виду И виной тому будет очевидно Неокругление земной или водной поверхности Наверняка вас еще вгоняет в ступор Такие вот кадры Это абсолютно ровный мост Через горбатое озеро Панчеттрейн В Америке И для некоторых эти кадры Являются убедительным доказательством Шарообразности То есть мы ничего не можем придумать Кроме как увидеть комплексы сооружений Я имею ввиду сам мост И технические кабинки на сваях Образующих арку над пузатой водой Убедительнейшее доказательство Того факта С чем борются сторонники теории плоской земли А именно отсутствие реального Изгиба земной поверхности Я не говорю визуального А именно фактического Кстати, пока вы находясь в шоке От этой мостовой полусферы Переведите взгляд на водную гладь Справа от моста Что скажете? В этой части вода визуально не так вздувается Как слева Правда? А сейчас я вам продемонстрирую Как на ровном мостике Длиной всего 650 метров Достичь тех же результатов Заодно продемонстрирую Каким образом на такой небольшой дистанции Может потеряться человек Мост имеет небольшие неровности в покрытии Но когда камера поднимается Вы видите, что мост ровный Судя по перилам моста И вот вам прекрасный ракурс На котором мы видим Как перила искривляют земную поверхность В районе этого моста Чем ниже мы опускаемся Тем ближе линия горизонта Плоская поверхность моста Все еще за этой линией горизонта Мы в этом убедимся Когда поднимем камеру И чем такие эксперименты Отличаются от домашних Так это наличием атмосферных явлений Как вот здесь Солнце нагревает асфальт И появляется зеркало Которое при росте угла обзора Отдаляется от вас И приближается Формируя ложный горизонт По мере уменьшения Вертикального угла обзора И вскоре вы увидите Что хоть этот горизонт и ложный Но скрывать он может Вполне неложные объекты И увидеть их сквозь этот горизонт Не получится Часто Особенно пилоты У которых есть аппарат Для фиксации фактического горизонта Скажут, что линия горизонта Оказывается ниже уровня глаз Желтая полоса заканчивается Не там, где хочется В плоскоземелье Но горизонтам следует считать Линию конвергенции Пирью Отмеченную белой стрелкой Очень часто Атмосферные явления Такие как влажность Температура Освещённость Играют решающую роль в том Насколько далеко мы можем видеть И в этом вы убедитесь На этом примере Здесь всего 650 метров И велосипедист сейчас продемонстрирует то Как корабли уходят от наблюдателя Якобы следуя не правилам перспективы Плюс явления расширения горизонта По вертикальной оси То есть то, что я показывал В одном из роликов О роли атмосферы Оследуя нисходящие траектории Сфероидного тела На определенном этапе Нижняя часть скрыта Отражающей поверхностью А верхняя часть Начинает отражаться От этой поверхности Что в точности повторяет то Что мы видим на берегу Когда садится солнце Нижняя часть солнца Сначала отражается от поверхности А затем полностью Этой миражирующей поверхностью И поглощается И ну надо же Пропавший объект Снова становится видимым Если конечно Мы поднялись достаточно высоко С точки зрения Перспективы и рассеяния Это необъяснимо Ведь реальное расстояние Между нами и объектом В результате подъема на высоту Только увеличилось И если мы Из-за перспективы И поглощения света Не видели его раньше То теперь Мы не должны мочь его видеть И подавно Но мы видим И именно потому Что подъем на высоту Позволил нам заглянуть За горизонт Тот самый Которого по теории Плоской земли Существовать не должно Так же как и этот велосипедист Хотя он на плоской поверхности И как только я подниму камеру Этот спортсмен Снова чудесным образом Появится И этот дополнительный подъем Позволяет нам Таким же образом Увидеть заход солнца Дважды Нам нет необходимости Подъемом наблюдателя Компенсировать Поворот планеты И тем самым Заглядывать за изгиб сферы Благодаря подъему Вы немного увеличиваете Угол обзора И блокирующие объекты Линия горизонта Отодвигается Пропорционально Высоте подъема Посмотрите видео Восхода солнца С воздушных шаров Тот же блокирующий горизонт Только отодвинутый Намного дальше И угол приближения солнца Не такой уж крутой Как наблюдая Закат с поверхности земли И еще Горизонт это реальная преграда И аппаратное усиление Нашего зрения Помогает лишь До определенной точки Коперник знакомая фамилия Что он сделал? Так ведь это же он Открыл Что Земля Вращается Вокруг солнца Или этот факт Вам тоже неизвестен? На мои глаза Говорят мне Что скорее Солнце Вращается Вокруг земли В принципе история С закатами и восходами Это часть Все той же истории С горизонтом и перспективой Однако Все таки На этом Ее аспекте Стоит остановиться Особо На плоской земле Ни закат Ни восход Были бы невозможны Просто не за что Заходить И соответственно Не из-за чего Выходить Солнце должно быть Видимым Так или иначе 24 часа в сутки С любой точки земли И это кажется Ну уж совсем очевидным Любому Кто знаком Хотя бы с базовыми Законами геометрии И сторонники плоской земли Посвятили действительно Немало сил тому Чтобы доказать Что эти законы Не работают Чаще всего Используют И те же объяснения Что и по поводу Горизонта Рассеяния света И перспектива Хотя вот О перспективе В данном то случае Им как раз Лучше и помолчать бы Потому что Само упоминание Этого термина В данном контексте Доказывает Что вся их теория Мягко говоря Полная фигня Ну судите сами Если как утверждают Теоретики плоской земли Солнце действительно Бегает над ее поверхностью То с утра И до вечера Видимые размеры солнца По законам Той самой перспективы Должны были бы Заметно меняться Солнце должно быть Маханьким на рассвете Затем постепенно Расти в размерах Приближаясь к зениту А потом снова уменьшаться На закате В реальности же Этого не наблюдается Любой желающий Может запросто Убедиться в том Что солнце на закате Скрывается за горизонтом Имея тот же самый размер А вовсе не сжимается В точку Как оно повторимся Обязано было бы делать На плоской земле Бытует мнение Что если солнце Небольшое и локальное То оно должно проявлять Объективные Хорошо видимые признаки Уменьшения Сходясь в точке Пересечения Всех возможных Визуальных линий Плоскостей Небесная перспектива Отличается от обычной Которую мы наблюдаем Каждый день Когда поезд Удаляется от нас Мы видим Как он уменьшается До тех пор Пока не исчезает Но солнце С другой стороны Объект другого порядка Потому что солнце Когда оно возле нас Предстает В уже уменьшенном виде И когда оно Удаляется от нас Оно следует Линиям конвергенции То есть Схождение в точку До линии горизонта Оставаясь примерно На одном расстоянии От наблюдателя И эти два движения Отдаление и снижение Нейтрализуют друг друга Солнце Отдаляясь от вас Визуально снижается Следуя линиям Конвергенции К линии горизонта Находящиеся На уровне глаз Наблюдателя И еще Солнце довольно большой Объект Чтобы сжаться в точку В тех условиях Которые мы описали Оно скроется За горизонт Прежде чем Это случится Отметьте также тот факт Что чем выше Линии конвергенции Тем больше Угол они образуют Ориентируя Себя все ближе И ближе К вертикальной плоскости Стремясь в точку схождения Поэтому если мы наблюдаем Уходящий от нас поезд Он уже находится На уровне глаз На оси Z И все что мы наблюдаем Это уменьшение Объекта Соответственно Этой оси Z Никаких горизонтальных И вертикальных движений Объект не производит Но с Солнцем Все по-другому Хотя Солнце и движется Параллельно поверхности Но оно находится На вертикальной оси Y И уже визуально Испытывают уменьшение И когда оно удаляется От наблюдателя Оно движется По горизонтальной плоскости Относительно своего движения Но относительно Наблюдателя на Земле Оно будет двигаться Вертикально вниз Следуя линиям схождения Поместите пояс Вместо Солнца И мы увидим Ту же картину Он опускается За горизонт Примерно в том же размере В котором вы его Увидите в небе Есть еще пример С воздушным змеем Будучи на максимальной высоте В километр Он уменьшится Относительно своих Истинных размеров Ибо будет отдален От вас И если он начнет падать Не приближаясь к вам Он окажется На том же расстоянии От вас Один километр И визуальный размер Змея Не изменится Если вы посмотрите Трейлы от самолетов То увидите Что та часть Которая над вами Высоко Но удаляясь Эти полоски Стремятся к линии горизонта Хотя сам самолет Летит параллельно Земле Все то Что делает солнце Двигаясь над нами На этом снимке Я наложил трейлы Самолетов На движение солнца И как вы видите Шаблон один и тот же Вот еще одна ситуация Притом признаю Довод довольно резонный Если вы Почиваете на лаврах Перспективы То как же солнце Отдаляясь Двигаясь параллельно Земле Не уменьшается Что должно происходить В принципе И вот вам иллюстрация Светящиеся шары Это мячики От пинг-понга С подсветкой Как маленькие солнышки И здесь эти солнышки Подчиняются закону перспективы А в реале нет Солнце Снятое на камеру С фильтром Остается одного размера И это правда Закон перспективы Прекрасно работает На оси Z То есть объекты Расположены Параллельно взгляду Как у дядечки Со светящимися шариками Но Солнце не находится На оси Z наблюдателя Оно находится выше И как только мы поднимем камеру Считайте Мы подняли шары То они почти сравниваются В размерах И уже эта разительная разница В размерах Не видна Вы можете сказать А если дальний шарик Отодвинуть дальше Как это делает солнце Уходя дальше По своему пути Который параллелен поверхности Ведь он станет меньше Верно Так и будет В стерильных условиях Но если мы вспомним Что произошло С велосипедистом На дистанции Всего 650 метров А также вспомним Эксперимент с линзами Когда объект За линзой Не воспринимается Отдаляющимся И уменьшающимся А визуально садится При этом Не меняясь в размерах К тому же мы помним Что солнце Согласно ТПЗ Объект довольно маленький Будем считать Около 70 километров В диаметре Вы скажете Байда Атмосфера не может Играть такую огромную роль А вот доцент Астрономического Института МГУ Владимир Сурдин Считает Что играет Вообще-то надо Сказать природе Спасибо за то Какая у нас атмосфера Она все-таки прозрачная Мы хоть что-то видим Через нее в космосе Но надо не забывать Над нами слой воздуха Толщиной 100 километров И если бы мы его сжали По вертикали До плотности воды То над нами был бы 10-ти метровый слой воды Вот кто нырял На глубину 10 метров И пытался смотреть наверх Знает, что сквозь воду Сквозь 10-ти метровый слой воды Почти ничего не видно Сквозь наш воздух Мы хоть что-то видим Но не бесконечно хорошо И кстати это ответ тем Кто считает Что можно в телескоп Увидеть загоревшие ягодицы Прекрасных дев На пляжах Майами В горизонтальной плоскости Вам придется смотреть Не сквозь 10 метров воды А сквозь 1000 метров Ибо чем ниже Тем плотнее водянистая атмосфера Окей А эта часть ролика Ответ пилота Со светящимися шариками Плоскоземелья Который якобы утверждал В комментах К одному из его роликов Что можно не увидеть Основание стены Опустившись на уровне пола Уже буквально через Несколько десятков сантиметров И чел решил Так сказать Наказать плоскозема Продемонстрировав Объекты С расстояния в 35 метров В ангаре С абсолютно ровным полом Камера айфона Будет расположена На уровне 1 сантиметра От поверхности Я решил пойти дальше В своем эксперименте И перенести его В большой ангар Где абсолютно ровный пол С объектами на расстоянии 30 ярдов И я смогу их увидеть Глазами Поднесенными к полу Так близко Как я смогу Я также сниму Эти объекты на камеру Использую этот фонарик Который меньше сантиметра От поверхности Снимать буду айфоном так Чтобы линза была Как можно ближе к поверхности С расстояния в 35 ярдов Это по сути 35 метров Объекты и свет фонарика Будут видны прекрасно На этой плоской поверхности Камера отстоит от кромки На 1,2 сантиметра Парни Если приходите ко мне на канал Постите точные данные Не лгите Коврик Чтобы не было отражений Обратите внимание На эту черную полоску Под дверью Отойдем на 30 метров Поместим камеру На пол ангара И посмотрим Исчезнет ли фонарик Пол ангара Абсолютно ровный Щель по-прежнему видна Около 35 метров Давайте опустим камеру Прямо на пол И как мы видим У него это почти получилось Почти Свет фонарика За 35 метров Мы по-прежнему видим А вот щель под дверью Которая четко была видна С высоты его роста С высоты в 1 сантиметр Уже не видна Кстати Он этот ролик Удалил со своего канала Этот ролик я нашел На канале плоскозема Который приготовил его В качестве подтверждения Работы законов перспективы Даже на таких малых расстояниях Пилот в комментариях попросил Удалить его этот ролик Но плоскозем остался непреклонным Что и позволило нам сейчас его увидеть Как согласно ТПЗ Солнце и звезды Находясь не за 50 миллионов километров От Земли А значительно ближе Но все равно достаточно высоко Могут испытывать эффект Восхода-захода За линию горизонта Объяснить это Просто лишь эффектом перспективы Не получается В этом поборнике Теории Земли Как геоида Были абсолютно правы А вот спустя некоторое время Плоскоземельный гений Находит ответ И испытывает его на практике Сперва с инвентарем А затем В упомянутой выше программе Симуляторе Смотрим что получилось На этом видео Плоскозем Вдохновленный разъяснениями Научного работника Который Объяснял знаменитый инцидент На озере Мичиган С берега которого Можно увидеть Чикаго Находящегося за 90 километров Атмосферным линзированием То есть атмосфера Выполняла роль Линзы Искривляя свет таким образом Что он попадал Под невозможным углом В объектив фотографа Джошуана Вики Плоскозем купил Листовую линзу И провел эксперимент С заходящим Восходящим солнцем И знаете что Солнце не отдалялось И приближалось Как по идее Должно было бы делать Двигаясь параллельно Плоской поверхности А визуально садилось И всходило Дистанционно отдаляясь Не меняя при этом размера И более того При атмосферном линзировании Получался эффект Подсветки облаков снизу Как иногда Это можно наблюдать Ну не умница ли Этот плоскоголовый Ярофант На плоской земле Ни закат Ни восход Были бы невозможны Просто не за что заходить И соответственно Не из-за чего выходить Солнце должно быть Видимым так или иначе 24 часа в сутки С любой точки земли Солнце двигается Параллельно земле Оно не заходит И не восходит физически Восходы и рассветы Обусловлены Визуальной интерпретацией Эффекта перспективы И кстати Этот же визуальный Эффект Восходов И заходов Солнца Дает Общеизвестный Угол В 23,5 градуса Угол На который Наклонили Землю А это видео сделано на Аляске Солнце движется по кругу Но город расположен Не в центре этой окружности По которой движется солнце Солнце визуально поднимаясь Приближается Визуально опускаясь Отдаляется от наблюдателя Если глядя на эти фото Видео Для вас все еще остается неочевидным Факт того, что солнце локально И что модель при которой Земля Это стационарная Недвижимая поверхность С движущимися Осветительными Приборами Луной Солнцем И звездным небом Является более рациональной И простой С архитектурной точки зрения Если нет Досмотрите до конца видео Там вы обнаружите поставку Субтитры сделал DimaTorzok Камера над облаками Километра 3-4 приблизительно И солнце словно ближе к камере И больше Особенно на последних кадрах Я понимаю, что Возразите типа Все из-за плотности И прозрачности Атмосферного медиума Но все же Субтитры сделал DimaTorzok Возвращаясь к принципам Коперника Коперник знакомая фамилия Что он сделал? Солнце находится на расстоянии 150 миллионов километров И здесь я покажу Как солнце изменяет свой размер Заходя и поднимаясь из-за горизонта Чего не может быть В случае, если солнце далеко И настолько монструозно в размерах Но сперва Давайте посмотрим Посмотрим мультики от NASA Эта анимация Пример того Что бы происходило Если бы солнце действительно было далеко Вся линия горизонта Залито светом уходящего солнца Равномерно Но это не то, что мы наблюдаем в реале А вот то, что мы наблюдаем в реале При заходе солнца Смотрите Неужели такой закат Обусловлен вращением планеты Понимая закон перспективы И абсолютную стабильность И незыблемость поверхности Земли И испытывая центростремительных сил Всегда плоский На какой бы высоте Вы не находились в горизонт Вы не находите гелиоцентрическую модель Слишком тяжеловесной С ее темными материями Энергиями Триллионами звезд И расстояниями в миллиарды световых лет И внимание С жизнью только на одной планете Ну скажите К чему эта драма Обратите внимание Насколько локальным Выглядит свет Заходящего солнца Никаких залитых горизонтом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Весь горизонт залит светом И свет так же отступает Когда солнце заходит По всему горизонту Не так как это происходит В реальной жизни Ну вот скажите Неужели это не доказательство Того факта Что космические агентства Не имеют реальных видеопланет Неужели Не просвечивает Голливуд В этих фейковых Постановочных фото и видео Земли Локальное Небольшое по размерам Двигающиеся параллельно Земле Настоящее солнце И горящие Летящие в вакууме Монструозная звезда от НАСА Это видео искусственной Иллюминации городов Лас-Вегас Посмотрите Посмотрите Выглядит так Словно это солнце Зашло Не правда ли Это не два солнца А два города Здорово, да? Справа заходящее солнце Слева два города Локальная иллюминация Во всей красе Ну вот скажите Это по-вашему от источника Который в диаметре полтора миллиона километров Выглядит так Словно городская иллюминация Не правда ли? Снизу звезда по имени солнце А сверху Осветительный прибор Окей, по солнцу я думаю Дело закрыто Солнце должно быть маханьким на рассвете Затем постепенно расти в размерах Приближаясь к зениту А потом снова уменьшаться на закате В реальности же этого не наблюдается Любой желающий может запросто убедиться в том Что солнце на закате скрывается за горизонтом Имея тот же самый размер А вовсе не сжимается в точку Как оно, повторимся, обязано было бы делать На плоской земле Давайте я сразу обосную заголовок моего видео Как же наша космическая госкорпорация Доказала буквально одним кадром Что земля плоская Находим пятый час их стрима С самого начала Вот Видим вогнутую землю Проведу горизонтальную линию для наглядности Обычно у них в кадре земля выпуклая Вот эта выпуклость Именно то, зачем они проводят такие эфиры Все остальное просто шум Но есть редкие исключения Когда видно вогнутую линию земли Ну и что скажете вы Просто широкоугольный объектив С целенаправленно увеличенной дисторсией Фотографы знают об этом И тут я даже не задаюсь таким вопросом Как зачем Роскосмос и другие космические агентства мира Используют камеры, искажающие реальность В таких визуально важных ситуациях Хотя этот вопрос задать стоило бы Где сырая, необработанная, неискаженная информация А настоящая загвоздка здесь в том Что объектив рыбий глаз Может показать объект сначала выпуклым А потом вогнутым И наоборот только в одном случае Когда речь идет о горизонтальной прямой линии Другими словами, если мы возьмем шар То его выпуклость никогда не станет вогнутой Да, она может немножко распрямиться Но именно вогнутой не станет Проиллюстрирую это у себя на кухне Так как обладаю таким объективом Fish Eye Lens Покажу эффект рыбьего глаза На прямой и на шарообразном объекте У меня арбуз Берем прямую горизонтальную поверхность И меняем ракурс Линия становится выпуклая Линия становится вогнутая Теперь с арбузом В то время как поверхность моего кухонного острова Становится выпуклой Арбуз остается выпуклым А когда поверхность приобретает вогнутый вид Арбуз все так же остается выпуклым Очень просто обрезать определенные участки земли И скрыть их от нас Я скачиваю карту мира Обрезаю ее Ну давайте ставим в основном только Россию Заливаю ее в символы Отсюда удалю Сейчас создам сферу Для этого мне нужен круг Удалю у него половину И буду вращать вокруг своей оси Чтобы появился шар Придам ему голубой цвет И теперь натяну сюда свою обрезанную карту Так чтобы она занимала весь шар Немного подправлю Экспортирую в 3D Получается земля, на которой практически только Россия Но у нас есть все земли, которые я отрезала ранее Серьезно, это настолько просто Если подумать, то вполне себе веская причина лгать Какие же земли отрезаны на нашем шаре Но вот плоскоземельщики, на полном серьезе Пытающиеся опровергать то В чем на повседневном опыте Может убедиться любой желающий И что доподлинно известно Уже добрые 2,5 тысячи лет Все, что у них есть Это теория гравитации Теория относительности Теория темной материи Теория черных дыр Теория черной энергии Еще у них есть куча аномалий и совпадений Изгиб земли никак никто не может найти Цветовой год Это математическая чушь Кто-нибудь вообще даст мне модель глобуса Которая не является теорией или предположением Давайте поговорим о законе сообщающихся сосудов Где однородная жидкость устанавливается на одном уровне в разных сосудах Я не выдумала уровень воды Это вы выдумали, что поверхность, занятая 71% воды Неизменно стремящаяся к одному уровню Может быть шарообразной Юрий, на каком именно расстоянии закон сообщающихся сосудов перестает действовать? Естественная физика воды является наиболее наблюдаемым, повторяемым, измеримым и неопровержимым доказательством плоской земли, разоблачающим ложь о земном шаре Закон сообщающихся сосудов применим только для определенных расстояний, да? Я не верю в гнущиеся океаны Если вы хотите исказить это объективное мировосприятие, конечно вам придется доказать свою идею Что вы хотели, зайца на халяву проехать? Впрочем, если убрать из устобий вакуум, то показать Александре воду, принимающую форму шара, несложно Вода вовсе не стремится к равномерному распределению по горизонтали в состоянии покоя, как утверждает Александра А больше склонна принимать форму шара или близкую к ней В данном случае под действием сил поверхностного натяжения самой воды Нереально физик пытается доказать изгиб океанов каплями и поверхностным натяжением А, ну все, раз есть капельки, значит 1332 миллиарда кубических километров воды смогли прилипнуть к расплавленному железному ядру И не слететь с него при вращении на скорости 1670 километров в час Подробнее силе Кориолиса, которая закручивает спирали циклоны и антициклоны Заставляет реки сильнее подбывать один берег, нежели другой И заставляет вращаться по кругу маятник Фуко Мы говорили вот в этом видео И для того, чтобы все это происходило, земля просто-таки обязана вращаться Что плоской земле делать затруднительно Кавендиш Кориолис, Ротосфен, Фуко Это не законы и не доказательства А теоретические описания эффектов То, что я по ним не прошла в своем видео Не означает, что они вдруг стали доказательством шара Вы ставите себя под удары, если их таковыми считаете У меня здесь есть недалеко, в шведском городке Матала Маятник Фуко Вот его официальный веб-сайт Маятник имеет электромагнитный привод Который постоянно добавляет немного энергии Чтобы он не останавливался Таким образом, в центре нижней пластины Находится электромагнит Который дает маятнику небольшой удар Каждый раз, когда он только что прошел поворотное положение Таким образом, движение продолжается Великолепная идея Почему бы просто не пнуть этот чертов маятник ногой Чтобы он продолжал движение Но это не потому, что я пнула А потому, что земля движется Эффект Кориолиса Так же, как и смещающиеся в разные стороны маятники Фуко Потоки воды, что в южном, что в северном полушарии Вращаются в произвольном направлении Это зависит от формы резервуара И угла слива А не от якобы вращения земли Закручивающиеся потоки воздуха Можно объяснить работой Тероидального электромагнитного поля Окружающего нашу диэлектрическую плоскость Дорогие друзья Этот ролик, на мой взгляд Является очень важным для понимания того Как можно на одном лишь ложном Или ошибочном доводе Построить доказательную базу Абсолютно не имеющую отношения к реальности Стоит лишь позаботиться о том Чтобы эти доводы не подвергались сомнениям Но насколько мы знаем Дьявол кроется в деталях Если мы этих деталей не видим То картина в целом выглядит стройной И прочной на поверку Это относится как к солнечным лучам Которые в теории всегда параллельны Так и к гравитации Которые в теории якобы всегда притягивают Итак, пропагандистский прием образца 240 года до н.э. А именно Встраивание работ классиков В критический объем доводов Необходимый для формирования Преемственности знаний В нашем случае о сферичности Земли То есть, чтобы доводы казались убедительными Необходимо знания современников Подкрепить наблюдениями древних Типа люди уже тысячу-две тысячи лет назад Были способны определить форму Земли И основные астрологические догматы И если и эти бородатые мужи Смогли на палках доказать сферичность То что уж говорить о возможностях Современных технологий Спутники, квантовые компьютеры Радиотелескопы, коллайдеры Вы понимаете, в чем прикол? Обычный человек очарован могуществом И авторитетом технологий современной эпохи Знаете, когда я делал этот ролик Меня вдруг посетила мысль Во времена Аэротосфена Лучи Солнца не сходили на Землю Действительно параллельными И естественно, две с половиной тысячи лет назад Земля была шаром Но время идет Нет ничего вечного, подумай Солнце сжалось и подкатило к Земле И гоняет вокруг поверхности блина На расстоянии, скажем, от 200 до 500 километров При потных греках Солнечные лучи были параллельными А вот смотрите, что происходит с лучами Солнца сейчас Вы это видите? Где они, эти параллельные прямые, которые не пересекаются? Где? И следовательно, теорию земли шара Построенную на этой греческой смоковнице Пришло время пересмотреть Это то, что я показывал в видео про сумеречные лучи Ссылку я брошу в описании Там более подробно Нет никаких параллельных лучей Ибо Солнце это не водородный реактор Миллион раз больше, чем Земля Это видео, как и многие подобные, тому доказательства Вот еще наглядная демонстрация Самолет над облаками и готовится зайти на посадку Ныряет под облака И вот они, сумеречные лучи Которые ведут к их источнику Над облаками Вы же сами кричите про геометрию Вот вам геометрия Солнце, вершина треугольника И глаз на вершине треугольника На долларе Это Солнце, и оно здесь Забудьте про 150 миллионов километров Выбросьте из головы этот гелиоцентрический бред Знаете, любое человеческое знание имеет срок хранения Гелиоцентризм еще год назад стал просроченным знанием Если вы досмотрели до сих пор Значит следующие кадры будут вам наградой за терпение Эти кадры невероятны по своей значимости И могут претендовать на роль доказательства теории Двух визуальных центров вращения звезд Полярис и сигма октантис Как два центра Наличие купола Ибо то, что вы сейчас видите Ничто иное, как отражение лучей От чего-то имеющую отражающую способность сверху Вот вам реальные кадры того, что я объяснял в видео Два звездных полюса, один купол Ссылку я тоже брошу в описании В этом небольшом кусочке очень многое И перспектива, и локальное солнце, и купол Все, кто ржал над перспективой и сумеречными антисумеречными лучами Устыдитесь И пересмотрите эти ролики опять Это супер Ну и под конец немного полахать Над эротосфеном и школьной программой по астрономии Чуваки при помощи лампы и палок Воспроизвели знаменитый греческий эксперимент Наслаждайтесь Воспроизвели знаменитый греческий эксперимент Воспроизвели знаменитый греческий эксперимент Комон, вот, 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 вот Если я поставлю эту пиздец hокки Наслаждайтесь Смотрите, смотрите Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что там у нас осталось? Cavendish, 18 век Английский масон Cavendish провел эксперимент, который, по его мнению, доказал существование гравитации Назовем эксперимент шары икормысла Так называемая сила гравитации в 10 возведенную в 36 или 39 степень слабее силы электромагнетизма Его эксперимент никак не отделил теоретическую силу от известной и более сильной Другими словами, шары могут быть притянуты друг к другу статическим электричеством, всем нам известным фактором, в миллиарды раз сильнее гравитации Гравитация это на самом деле электростатика Электростатическое решение для силы гравитации значения G Я здесь все не буду читать Значение иллюзорной гравитационной постоянной G Наряду с осознанием того, что гравитация почти наверняка является электростатическим явлением Возникает новая неопределенность, связанная с природой среды на пути между притягивающимися массами Фальсификация независимо от замены Что это означает? Если я привожу аргументы, указывающие на то, что ваша модель сфальсифицирована Это не означает, что я сразу должна вам предоставить пруфы замены То, что у вас миллион вопросов к плоской земле не означает, что на них уже давно не ответили и не разживали Поэтому я искренне не понимаю, зачем суваться в публичный спор без базовых знаний То, что у земли есть магнитное поле, известно с глубокой древности Вы и сами можете собственноручно убедиться в этом, изготовив простейший компас из стальной иголки и кусочка пенопласта Под действием магнитного поля земли игла послушно ориентируется так, чтобы указать направление с юга на север Так вот, если бы земля была плоской, ничего из этого не получилось бы И кто сказал, что есть противоположный полюс в общепринятом мнении? Вы пользовались компасом? Он когда-нибудь показывал на юг Наш геоцентрический мир идеально спроектирован в центре земля и вокруг нас все вращается Причем этому можно найти параллели в других примерах Взять тоже магнитное поле в голографической проекции Квантовая геометрия поля в 3D евклидовом пространстве Евклидово значит на плоскости Дипольного магнита, наблюдаемое с помощью железа Тут перевод неправильный, это Ferrocell Включайте, давайте посмотрим, на что он способен Через эту катушку мы пустим переменный ток высокого напряжения Наверху килограммовая алюминиевая пластина Что это за шум? Это вибрация пластины Она вибрирует в два раза сильнее, чем катушка Как она это делает? Через катушку мы пропускаем огромный разряд переменного тока 800 ампер с частотой 900 колебаний в секунду Это обеспечивает существование магнитного поля над катушкой Вместо второй катушки используется алюминиевая пластина Но принцип остается неизменным Меняющееся магнитное поле индуцирует ток в пластине Что создает обратное магнитное поле, и пластина левитирует Этот ток годен не только для того, чтобы пластина зависла в воздухе Она еще может заставить лампы светиться Окей, здесь я сделаю небольшую паузу и немного прокомментирую Народ интересуется Как Солнце, вместо того, чтобы спокойно пулять через Вселенную Влекомое галактическим центром масс А галактика в свою очередь вращается вокруг своего центра масс И все это в вакууме, и все это было рождено из ничего И произошло в результате пиротехнического шоу 15 миллиардов лет назад То вот вам пример того, как можно замутить движущуюся лампу Которая светит и греет в электромагнитном конфайменте Как я уже говорил в ролике, где Луна и Солнце назывались эмиттерами То есть излучателями То есть, следуя принципу бритвы Акама Не нужно городить огород там, где его можно не городить И объяснять простые вещи сложными мантрами сказочной математики Земля-катушка, Солнце-Луна-алюминиевые шарики Солнце нагревается, вы сейчас это увидите И светит без сетевого шнура И так же, как ток нагревает спираль в тостере Индуцированный ток в пластине рассеивает энергию, как тепло Зацените, насколько горячая эта пластина Скажите мне, что это не лучший обеденный стол Он лимитирует, светит и можно готовить на нем В то время, как вы демонстрируете закон Фарадея Об электромагнитной индукции То, что вы только что увидели, дает представление о том Благодаря чему Солнце может светить и греть А через несколько мгновений вы увидите Как эти светящиеся объекты могут двигаться Над плоской поверхностью Земли В поле, которое я в предыдущем ролике называл Конфайнмент Удержание Подписывайтесь на наш канал 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 березу и одну ель. Вопрос, сколько перед нами объектов? Математика скажет, перед нами два дерева. Но в реале это всегда одна береза и одна ель. Что сделала математика? Она обобщила березу и ель по некоторым признакам в одну математическую модель, игнорируя другие признаки. В чем разница между деревом и лесом? В том, что в реале существует всегда только индивидуальное деревья. Лес же это уже абстрагированная обобщенная модель множества деревьев, растущих в определенной области. Да, это удобно для общения, но невозможно в реальности. Вы понимаете эту разницу? То же самое человек. Не существует толп или человечества. В физическом мире существует множество единичек, индивидуумов. Что же тогда такое человечество? Это единица, но уже на другом плане существования, если, конечно, вы позволяете себе думать таким образом. У абстрагированного человека даже имя есть. Адам или Ману или Третий Логос. Это астральный человек, структура, которая прописывает исходный код в каждой индивидуальной монаде для формирования физически-астральной ментальной матрицы. Именно благодаря этой структуре мы так похожи. Чтобы родиться человеком, нужно облачиться в материи ментального, астрального, эфирного и, в конце концов, физического мира. Здесь, на Земле, скафандр из плоти и костей формирует именно Земля. В абстрактном субпространстве все, что связано с тонкими настройками, которые мы называем эфирной, эмоциональной и мыслительной оболочками, формируется посредством матрицы, которая и есть небесный человек. Окей, теперь перейдем непосредственно к экспериментированию. Фотографии и видео плоских и горбатых горизонтов мы видели уже много раз. Кому-то по душе видео космических агентств с фиша линзами, кому-то без дисторсии. А вот что скажет по этому поводу программа Cinema 4D, которая симулирует реальность? Да-да, вы не ослышались и тут математика. Но, что интересно, как увидит математика горизонт с параметрами Земли-сферы и параметрами Земли-плоскости? Нам останется лишь сравнить эти результаты с реальностью. Забиваем в программу Cinema 4D параметры для плоской и сферической поверхностей и вот что у нас получается. А именно при плоской Земле горизонт остается ровным на уровне глаз наблюдателя, а вот при сфероиде линия горизонта закругляется и с ростом высоты уходит вниз. Понимаете, когда кто-то говорит, что он видит кривой горизонт уже с балкона своей 15-этажки, этот человек путает реальность и многочисленные видео, снятые камерами широкоформатными линзами, заполонившие виртуальную реальность. Искривление земной поверхности вы не увидите ни с борта самолета, ни с борта мифической МКС. Выводы. Если Земля шар, то искривление горизонта мы заметим. И не следует говорить, что Земля настолько огромна, что искривление горизонта нам никогда не познать. Я понимаю, что для ТПЗ скептиков это отнюдь не доказательство, но поверьте, с ростом количества вот таких вот нюансов, теория сферической Земли будет признана именно теорией, а не реальностью. А теперь протестируем эту модель через уже знакомую программулену Cinema 4D. Сначала тестируем движение Луны и звезд без учета данных по атмосфере. И вот что у нас получается. Солнце, Луна, звезды никогда не заходят. Затем вносим данные, касающиеся атмосферных слоев, состав, температура, высота каждого слоя атмосферы и на выходе получаем это. Мы видим, что траектория движения звезд и Луны изменились лишь визуально, но не физически. То, что мы называем звездами, проецируется на параллельную Земле поверхность или слой. А вот, что делает восприятие этих звезд, словно они сфера, так это атмосфера, которая ограничена не вакуумом космоса, а неким барьером куполообразной формы. Мне не понятно, почему идея закрытого мира настолько невероятна и достойна осмеянию. То есть вы готовы переварить миллиарды световых лет, темные материи, темные энергии, кривые воды, ускоряющуюся атмосферу, 17 тысяч километров в час, которые могут выдавать наши ракеты, анимашки небесных тел, интерпретированные студийными художниками NASA. А вот закрытую систему с плоской поверхностью, на которой мы живем, это нет, нереально, невозможно. Любой, кто интересуется астрономией, знает, что вид звездного неба отличается в южном и северном полушарии. Например, полярная звезда не видна практически ни в одной точке южного полушария, тогда как расположенная близ южного полюса мира созвездие Актанта невидимо в северном полушарии. И происходит так именно потому, что в северном полушарии тело шарообразной Земли закрывает от наблюдателя звезды воображаемой южной небесной полусферы и наоборот. На плоской Земле подобное было бы невозможно. Для наблюдателя в любой точке Земли должны были бы быть видны все, без исключения, звезды неба. Ведь заслонять их на плоской Земле попросту нечем. Предложите плоскоземельщику выйти в темное время суток на улицу и показать вам на небе сигму Актанта, если вы находитесь в северном полушарии, и полярную звезду, если дело происходит в южном. Это видео объясняет, как в теории плоской Земли звезды в южном полушарии могут быть иными, нежели в северном, и как они могут вращаться в противоположную сторону. Мы знаем, что в южном полушарии звезды вращаются в обратную сторону по сравнению с северным, и это якобы непобедимое доказательство шарообразной Земли. Что вы увидите в этом видео, так это то, что у звезд в южном полушарии нет собственного вращения по часовой стрелке. Это иллюзия перспективы. Визуально это антивращение реально вращающихся звезд против часовой стрелки. Это так же, как и антисумеречные лучи являются анти, то есть сумеречными лучами наоборот. И эти антисумеречные лучи собираются в точку на противоположном горизонте. То же самое с вращением звезд в южном полушарии. Это ничего более, как визуальное антивращение реального вращения против часовой стрелки вокруг полярной звезды. Еще раз другими словами, реальное вращение звезд на небосклоне совершается против часовой стрелки вокруг полярной звезды. То, что происходит со звездами в южном, в кавычках, полушарий, то есть звезды, которые можно наблюдать из Австралии и Новой Зеландии, это вращение наоборот, то есть по часовой стрелке, произведенная эффектом перспективы. Нет двух вращений в разные стороны, есть одно против часовой стрелки. Сумеречные и антисумеречные лучи и эффект перспективы, то есть то, как мы визуально воспринимаем эти явления, прекрасные доказательства отсутствия реального вращения по часовой стрелке звезд южного полушария, поэтому я их использую для демонстрации данного эффекта. Предположим, Солнце, это полярная звезда. Добавим Солнцу лучей и начнем вращать против часовой стрелки относительно человека, который внизу. Сверху же мы воспринимаем это вращение по часовой стрелке, будьте внимательны. Если нужно, сделайте паузу и порвращайте зонтик над головой, скажем. Мы внизу и смотрим снизу вверх. А теперь сдвинем Солнце к горизонту. Пусть будет восток и мы наблюдаем, как Солнце встает над горизонтом. Мы можем наблюдать эффект, который назвали антисумеречными лучами. Лучи расходятся от источника внизу, на востоке, а затем собираются в точку на западном горизонте. Лучи не будут уходить в бесконечность. Они, словно отражаясь от невидимого зеркала, собираются в точку у вас за спиной, на западе. А теперь эти лучи закрутим против часовой стрелки. Если же вы повернетесь лицом к западу, вы увидите те же лучи, но вращающиеся по часовой стрелке. То же самое происходит со звездами в южном полушарии. Они вращаются в противоположную сторону от реального вращения против часовой стрелки. Добавим инвентарь. Уж для абсолютной наглядности. Для тех, кому сложно визуализировать, вот движение против часовой стрелки. Солнце с лучами временно заменяет полярную звезду. И звезды, как бы северного полушария, с вращением против часовой стрелки. Вращаем, поворачиваемся к западу. И то же Солнце, или южный звездный центр, но вращается по часовой стрелке. Понимание перспективы решает все-таки. А вот и наши анимации вращения звезд в разных полусферах. Давайте разобьем картину с сумеречными и антисумеречными лучами. Красная точка – это наблюдатель. Окружность – это поле зрения наблюдателя небесных объектов. Это важно. Именно небесных объектов. Вот почему окружность такая большая. По 6000 миль в противоположные стороны от наблюдателя. То есть диаметр 12000 миль. Все, что превышает это расстояние, уходит из поля вашего зрения. Солнце встает на востоке. Лучи идут снизу, отражаясь над вами. И через те же 6000 миль сходятся к такому же центру на западе. Центру, обусловленному перспективой. Солнца и спускающего лучи на западе нет. Если, скажем, я попрошу вас посмотреть на этот луч, 12000 миль от Солнца, вы бы могли посмотреть сюда, и думая, что луч должен быть здесь. Но луч будет здесь, в точке конвергенции или схождения, как и все остальные лучи, будут стремиться к этой точке. Следуя логике закона перспективы и наблюдениям, при определенных атмосферных, скажем, условиях, антисумеречные лучи через 1000 миль будут здесь и иметь такой угол конвергенции. Через 2000 миль такой, 3000 миль такой, 4-5, а вот через 6000 миль лучи сольются в точке. Но звезды, как лучи, сойдутся в точке через 12 миль от источника. Источником лучей являются Солнце. Если вы, что называется, на экваторе, между Солнцем-источником и точкой схождения антисумеречных лучей, вы станете свидетелем лучей длиною в 12000 миль, которые расходятся от источника, и сходятся в точке через 12000 миль, обусловленной фактором визуального восприятия, перспективой, иными словами. Звезды повторяют этот же паттерн. У них такое же расстояние конвергенции, 12000 миль от источника, полярная звезда. И если вы на экваторе, то увидите сходящиеся в точке конвергенции звезды с противоположным вращением, визуальным, нереальным вращением относительно северного полушария. Вот еще пример. Может кому-нибудь будет легче воспринять эту информацию на примере этой анимации. Итак, как вы видите в этой анимации, звезды как бы восходят и садятся с востока на запад по линии экватора. Именно так звезды двигаются по отношению к наблюдателю на экваторе. Солнце и Луна также циркулируют вокруг северного небесного центра, и они также восходят на востоке и садятся на западе в период солнцестояний и затмений. И двигаются по экваториальной прямой, что невозможно для объекта с круговым движением. И это также обусловлено особенностями визуального восприятия. Тот же паттерн, что и у антисумеречных лучей, с которыми мы начали. Скажем, вы находитесь на северном полюсе. Полярная звезда над вами, и звезды вращаются против часовой стрелки. Если вы переместитесь к югу, полярная звезда окажется ниже. Но что самое важное, остальные звезды продолжат вращаться перпендикулярно линии вашего восприятия центра вращения звезд, то есть полярной звезды. А если вы сместитесь еще дальше от северного полюса на экватор, полярная звезда окажется на линии горизонта, а остальные звезды в вертикальной плоскости, и часть из них окажется ниже линии горизонта, и звезды Солнца-Луна будут восходить на востоке и заходить на западе. Одним из вопросов является, как могут четыре человека, находящиеся в разных местах Земли, как на картине, видеть одни и те же звезды? То же самое можно спросить и о Солнце. Как мы можем видеть одно и то же Солнце? Солнце, как и звезды, движется по окружности. Вот то, как увидит звезды этот человек. Вот 12 тысяч миль поля восприятия для этого человека. Вот для третьего. И четвертый. И теперь вопрос убийцы. Теории плоской Земли. Как может Сигма-Октантис, звезда в южном полушарии, быть фиксированной? Окей, ответ таков. Давайте представим, что полярная звезда и звезды, вращающиеся вокруг нее. И Сигма-Октантис на расстоянии 12 тысяч миль от Северного полюса тоже вращается. В реальности движется она по всей плоскости вашего восприятия, но визуально вы этого не увидите. Так же, как вы не увидите таких лучей от Солнца. Лучи через 6 тысяч миль от Источника начнут двигаться по линиям конвергенции, схождения, и через 12 тысяч миль сойдутся в точке. И вот вам Сигма-Октантис, неподвижный центр южного полушария. Окей, надеюсь, это было наглядно и близко к реальности. Фид взят на канале P-Brain, ссылка в описании. Среди всей антинаучной бредятины, от которой буквально ломится современный интернет, теория плоской Земли, пожалуй, самая упоротая. Еще можно как-то понять людей, которые до сих пор не способны поверить в теорию относительности. Ну, правда, ей всего-то 100 лет, может, просто еще не до всех дошло. Через две недели после своего 70-летия, которое он назвал грустным событием, Альберт Эйнштейн в письме к Моррису Соловину от 28 марта 1949 года признается, цитата, «Вы думаете, что я с чувством полного удовлетворения смотрю на дело всей моей жизни? Вблизи же все выглядит иначе. Нет ни одного понятия, относительно которого я был бы уверен, что оно останется незыбливым. Я даже не уверен, что нахожусь на правильном пути вообще. Современники же видят во мне эритика и реакционера, который, так сказать, пережил самого себя. Все это, конечно, вопрос моды и объясняется их недомыслием, но чувство неудовлетворенности поднимается во мне изнутри». Цитата закончена. Альберт Эйнштейн, «Письма к Моррису Соловину», «Собрание научных трудов в четырех томах», том 4, страница 561. Если вы спросите меня, верю ли я вообще в то, что говорю с своими роликами? Мой ответ – да. И еще раз – да. И буду считать Землю терро-инкогнито до тех пор, пока не увижу результаты будничной работы якобы тысяч спутников, а именно фото и видео из вращающейся планеты, а не изображений. Изображение – это не фото. Нужно создавать наши собственные произведения, которые воплотят мечты юного поколения об открытиях, об подвиге. Такой человеческий поступок совершила и команда фильма с очень символичным названием «Вызов». Дело в том, что фильм «Вызов» снимали в настоящем космосе. Именно поэтому фильм начинается с компьютерной графики. Нам не нужно будет рисовать взгляд на Землю из космоса. Мы его будем иметь. Как вы понимаете, в итоге поимели зрители. Мажнейшим эффектом, который мы получили для ракетно-космической отрасли, это чувство самореализации и чувство самоуважения. Слава богу, это кадры не тупого голливудского блокбастера, а кадры научного проекта. Научно-просветительской программы. Грандиозного научно-просветительского проекта. Масштабного научно-просветительского проекта. Большого научно-просветительского проекта. Вы на секундочку ради реализма в космос полетели. Если это высосали не из пальца, то у меня плохие новости для отсасывающего. Палец был предпочтительнее. Этот проект способствует восстановлению уважения к космической отрасли России. Это не научная фантастика. Это очень реалистичная картина. И мы вместе с представителями Роскосмоса консультируемся. Так можно? Можно. А если рассудят? Да похуй! Это реальный шаг в развитии космической медицины. Она делает инструменты из подручных материалов, из проводов. В космосе не больница. Она в полевых условиях пытается спасти жизнь пациента. Подготовленный хирург пытается подобраться к поврежденному легкому... Ложкой? Новый виток пропаганды космических технологий. Где к операции готовились и месяц, а в итоге делают ее с помощью проволочки и ложки. При этом заявляют, что фильм продвигает российскую космонавтику. Первый канал и Роскосмос. Проверка на прочности для космической отрасли и для киноиндустрии. Нет, серьезно. Разве реклама на ракетах разрешена? Спонсор Тинков. Как я вижу, еще и Мегафон также. Компания является спонсором проекта Вызов, да? Да. Без них такие вещи не могут даже происходить. Почему тогда только сейчас в Госдуму вносятся проекты для разрешения расклейки рекламных объявлений Роскосмосу? Вы скажете, они заплатили за рекламу в фильме. Так я тоже. Фильм снят на налоге. Где вое имя на ракете? Космический проект Вызов не был бы таким без поддержки людей и компаний, которые неравнодушны к высокой идее. Мы сняли этот фильм в первую очередь ради того, чтобы закрепить еще один приоритет России в космических исследованиях. Эти космические исследования позволили внедрить в Роскосмос и НАСА передовую линейку продуктов. Ложку для операций в невесомости, загнутую проволочку для точечных вмешательств и ювелирной хирургии, а также инновацию. Ложку с дыркой для операций на зашкваренных космонавтах, что пьют воду, переработанную из мочи. Эрнс Технологис. Чувство Гроги исчезнет. Неужели это законно? Дело в том, что Рогозин глава Роскосмоса и он предлагает снять фильм. Роскосмос предложил это делать нам. Сам он становится продюсером фильма. Он числится там в продюсерах, мы видим это. При этом фильм должны снимать по его синопсису, который он написал в Сапсане на телефоне. Судя по качеству сценария, телефон был не новым. Твою мать, а где тут твердый знак? Том, Илон, вы опоздали. Мы снова первые в рамках проекта Роскосмоса и Первого канала. Том Круз, который говорил, что он будет первым, он сейчас нервно курит в сторонке на земле. Это что за ирония? Может быть он, как и Пересильд, просто готовился к медкомиссии? Выпила рюмочку, закурила сигарету. Я скажу, слушай, ну-ка давай завязывай. Тебе надо будет на следующей неделе поехать в Звездные на медкомиссию. Это надо будет вырезать потом. Вырезал? А там не получилось. Прямая трансляция же. За счет главкосмоса оплатить подготовку к полету, а также изготовить снаряжение. Сам же полет киношников и пребывание их на МКС оплатить за счет текущих объемов Федеральной космической программы России. Граждане, естественно, не против. Ну а съемка на борту МКС, а также создание фильма будет за счет собственных средств Первого канала, которые пополняются государственными субсидиями. При том, что и на фильм «Вызов» государство отдельно выделило 500 миллионов невозвратных средств. Мы вообще, честно говоря, планируем полететь на Луну для того, чтобы снимать «Вызов-2». Бонусом Первый канал покажет реалити-шоу с кастингом девушек, которые продолжат работу в Роскосмосе, а также сделает документалки. Все ради привлечения внимания к космической сфере. Ведь о космосе все забыли. На протяжении последних 30 лет космос завял. И даже крупнейшие новостные программы, ну, в лучшем случае, показывали 5 секунд очередного видео, очередного старта, даже не посвящая этому сюжету. Важно, что настоящее письмо в обход всяких там недовольных попало к адресату. Вы написали «Согласен». Вот мы и полетели. She was a fairy. После этого программу МКС поправили в угоду Первого канала. Профессиональных космонавтов, которые готовились к полету, убрали. Вместо них посадили режиссера и актрису, лишь бы успеть до Круза. Наш старт нашего корабля, две недели раньше, чем полет Дрэгона, на котором собирался лететь Том Круз. Проблемы с финансированием и все ограничительные барьеры были смяты, ну а действующим космонавтам сказали надо. Когда мне показали бумагу, которая была подписана президентом, это было в январе. Вот после этого я понял, все, эту машину не останется. Стоилось такое понятие, что все-таки это неизбежно, наверное. Ну а критические статьи про фильм «Вызов» начали исчезать, а новые перестали публиковать. Позже Рогозин ознаменует это фразой «Тараканы прячутся по щелям». Ну а в фонде кино, где вновь просили безвозвратные деньги у государства, было сказано. Хьюстон, у нас нет проблем. Деньги получили, критиков заткнули, космонавтов продавили. Мы сможем помочь Роскосмосу не только в осуществлении научного проекта, но и в возвращении энергии, любви и страсти народной к теме пилотируемой космонавтики. После выхода «Вызова» станет понятно, что у гравитации это график. Действительно, потому что вот это графикой назвать сложно. Про то, что щипцы заезжают на лицо или, например, меняют размер, смысла говорить нет. И так понятно, что космос вызова – это съемка в студии, на Земле! Всегда я и была. При этом везде заявляли, что операцию снимали на МКС. Операцию сняли, сняли так, как планировали. Про сверхсложную съемку, где задействовано огромное количество реквизита, с которым в невесомости было сложно работать. Съемку, на которую ушло два дня, написанной в книге «Пересиль», что перед премьерой она подтвердила словами. С каким перфекционизмом сделана эта операция в космосе? С таким, что ее пересняли на Земле. Мы делаем честное кино, которое никогда и ни под каким предлогом не сделаешь с помощью анимации или компьютерной графики. Такой бред, блядь, графиков делают. Чисто на ход ноги настраиваются. Надо только вытащить космонавтов в отпуск за свой счет и экранизировать новость с панорамы. Рогозин заявил, что потеря космических съемок не повлияет на сроки выхода. Утраченные сцены переснимут в павильоне. Компьютерный график нужна по большому счету только в прологии, потому что все остальное было снято в реальности. Одним из основных оправданий для полета была съемка медицинских экспериментов для фильма. Это учение для спасения жизни наших космонавтов. Это будет иметь колоссальный долгосрочный эффект. Роскосмос получил уникальный опыт проведения медицинской и хирургической операции на борту. Они там не с селфи-ми занимались, понимаете, и не приветы передавали 26-му съезду КПСС. Они выполнили задачу. По переводу 3000 рублей в космосе вы про операцию в онлайн-банке, что ли, все это время говорили? Мне не стыдно. Ни за одно мое слово, ни за один мой взгляд, ни за одно движение моих рук это было достоверно. Ну а не из плагиата здесь прекрасная старая песня Анны Герман под графику спуска аппарата «Союз». Я си его разбил. Так ты ж не умер. О, ты притуток, блядь. Пусть батутом доставляют своих астронавтов на Международную космическую станцию. Друзья, как понять является ли некое явление реальностью или допущением? На что вы опираетесь при определении фактичности или фиктивности той или иной информации? Где тот краеугольный камень, на котором построено здание вашего восприятия? В этом видео я бы хотел поговорить о точке отсчета, с которой начинается формирование ощущения правдивости, истинности или же фиктивности происходящего. Задаете ли вы себе вопрос, почему тема формы Земли звучит в 21 веке? Что такого произошло или происходит, что заставляет людей исследовать это явление, которое расщеплено на атомы многими поколениями древних, средневековых и современных профессиональных ученых, интересующихся аматоров, переведено в различного рода формулы, сохранено во множестве научных работ и распечатано на 3D принтерах в виде глобусов и помещено в каждом классе, где преподают хотя бы азы географии? Да и вообще, неужели восприятие формы Земли не дано нам непосредственно в ощущениях, как писал товарищ Ленин? Почему наука в свое время сместила церковь с поста арбитра в сфере трактовки осязаемой реальности? Ведь раньше религия была проводником не только в мир духовного, но и в мир законов физических. Почему погиб урожай? На то воля Божья. А почему я болею? Грешишь против воли Божьей? Пытливые умы, которых во все времена было достаточно, не могли довольствоваться этой мантрой, на то воля Божья. Эти умы попытались абстрагироваться от этого всемогущего фактора, который валит, но на глаза и приборы не показывается. И со временем эти ученые, как они себя назвали, выстроили вполне стройную систему взглядов на этот мир без участия ультимативной личности в виде Бога. Ее место занял закон. Современному человеку уже не нужен папка, который наказывает, если накосячил, и поощряет, если послушен. Человек и человечество в той части, которая воспитана в духе материализма, вступило в период юношеского максимализма, когда психологически папка и мамка уже не нужны. Этот юноша, в данном случае наука, утверждает, что мамка и папка не имеют к его рождению никакого отношения. Юноша уверен, что он звездная пыль, которую породил большой взрыв, настолько большой, что осколки того, что взорвалось, разлетаются до сих пор, спустя 15 миллиардов лет. Юноша совсем недавно был уверен, что он одинок в этой большой вселенной, и куда бы он ни заглянул, при помощи своих радиотелескопов, везде его ожидает мертвый космос. Звездная пыль смогла чудесным образом эволюционировать из минерала в растение, потом в животное и, наконец, в юношу, благодаря цепочке невероятных случайностей и совпадений. Но в последнее время юноша позволил себе идею того, что в этой невероятно огромной вселенной живут и хотят аннексировать наш голубой шарик другие юноши, которые способны преодолевать вакуум и световые года расстояний на своих космических кораблях. Вы знаете, если вы дослушали до сих пор, у вас должен был появиться позыв к рвоте. Как тогда у молодых пытливых юношей этот рвотный рефлекс появлялся при словах «на то воля божья», так и сейчас, по крайней мере у меня он появляется почти каждый раз, когда я просматриваю новости от физиков-теоретиков или астрофизиков. Так вот, религия тогда и наука сейчас – это одно и то же. Я не буду говорить, во что превратилась официальная религия сейчас, вы сами имеете возможность наблюдать этот коммерческий проект. Попы на геликах, круговая порука во всем, свечной, табачный, аксессуарный бизнес, ну и главное, конечно, это донат. Люди платят за крещение, отпевание, освящение и тому подобное. Поп, помахав пару раз кадилом и побрызгав объект водичкой, приобщает его к так называемой духовной вертикали или эгрегору. И все это согласно закону Божьему, который обильно прокомментирован папскими булами. Человек на данном этапе не способен построить ничего отличающегося по структуре от пирамиды. Возьмите в пример отдельное предприятие, армию, государство, наконец, церковь не исключение. Это одна монета с двумя сторонами. Это одна и та же эмоционально-ментальная чача, потребляемая разными типами ума. Если раньше религиозные люди просто верили в институт церкви и все, что с этим связано, то в последнее время они изучают, волей-неволей становясь исследователями. И наоборот, в средневековье ученые экспериментировали, то сейчас реальность ученым заменила математическая модель. И удачно решенное уравнение гарантированно доказывало бытийность того или иного явления. Всемогущий бог у первых и вездесущая гравитация у вторых. Первые находят бога в сердце и в творении его, вторые ищут свой гравитон в адронном коллайдере. У первых есть книга, где записаны деяния и слова, и свидетельства о боге. И у вторых тоже есть книга «Принципия математика» сэра Исаака Ньютона. Когда студент становится молодым ученым, он или она не начинают с проверки легитимности констант. Эти константы принимаются как данность, скорость света, гравитации, земля-шар, атомарная структура и так далее. И если сэр Кавендиш, экспериментируя с бетонными шарами, сумел рассчитать силу гравитационного взаимодействия, и никто с тех пор не умудрился перепроверить эти показатели, то это говорит о многом. Так же, как никто не может зафиксировать движение Земли. Хотя эксперименты, доказывающие обратные, производились, как в прошлом, например, эксперимент Михельсона-Морли или неудача Эйри, так и сейчас ни один механический или лазерный гироскоп не показывает движение Земли. Думаю, к осенью будут результаты эксперимента с таким вот лазерным гироскопом. В чем сложность принятия концепции нешарообразной Земли? В том, что форма Земли – это фундамент всего знания о мире. Пересмотри только эту одну позицию, и вся космогония меняется в корне. Нет космоса, нет других миров, или они теперь должны мыслиться как-то иначе. Нет астрономических институтов, нет космических агентств. И сомневаюсь, что будут физико-математические факультеты в той форме, в которой они сейчас. Силуэт фигуры создателя или создателей становится настолько отчетливыми, что посрамленная наука вынуждена признать его своим сюзереном. И уравнениями теперь уже описывать не гравитационные парадоксы света звезды, которые находятся на расстоянии 5 миллионов световых лет, а проходимость верблюда через угольное ушко, или суперсимметрию образа Архангела Гавриила на российском гербе. Понимаете? По доброй воле религиозный материализм не уступит власть. И никогда форма Земли и, соответственно, новое содержание, которое может быть сообщено этой формой, не будут оспариваться официально. Только альтернативно. Тут очень кстати пример с трагедией 9.11 в Америке. Уж сколько там ни было разлито в воздухе конспирологии по этому поводу, официально два самолета уравняли три здания в Нью-Йорке. И только откровенный имбецил не может сложить в уме два самолета и три упавших здания. Вернее, парадигма может измениться, если появится критическая масса, намеревающая новое качество жизни в связи с изменением парадигмы восприятия именно формы Земли. Тема формы Земли сама не придет в голову обывателю. Мой случай тому пример. В свои 75 я фантазировал о чем угодно, только не о форме Земли. Этот вопрос не то, что казался решенным, он вообще не возникал. Земля-шар это по сути архетип. Архетипы не выносятся в будничное сознание до тех пор, пока вы намеренно не станете их выискивать и анализировать. Это как наше сознание или ощущение того факта, что мы есть, существуем. Настолько самоочевидное явление, что мы никогда не поднимаем этот вопрос по причине отсутствия у нас не то, что аргументов, но и ощущение того, что мы каким-то образом не живы и не осознаем. Поэтому, когда вам кто-то скажет, чувак, а ты знаешь, что ты не жив, а скорее мертв, вы, если воспитаны, улыбнетесь. Если не очень, ваш эмоциональный ум легко опишет симптомы соматических и ментальных отклонений, которые вы диагностировали у вашего оппонента. То же самое и с плоской Землей. Реакция на эту фразу примерно такая же. Поэтому, когда кто-то говорит, это как же все пилоты самолетов, каждый день видящие этот ровный горизонт, даже с высоты 10 тысяч метров, тоже в заговоре против адептов плоской Земли? Ответ нет. Ибо у них даже и намека на мысль не возникает связать эти два явления, ровный горизонт и форма Земли. Это так же, как и у обычного человека не возникает соблазна поразмышлять над формами Земли в связи с ровным горизонтом, скажем, на море. Ибо Земля-шар – это архетип. Архетип, как психологический конструкт, одинаков для всех и ощущается, как скрытый поведенческий и перцептивный паттерн. Как либидо Зигмунда Фрейда. Ты никогда не подумаешь, что причина, по которой ты куришь, согласно Фрейду, кроется в воральной стимуляции себя любимого. Или поход девушки в кино связан с подсознательным желанием быть вагинально простимулированной. Скажите, фу, какая гадость и неправда. Так и здесь. Земля плоская, гадость и наглая ложь, основа которой деньги с просмотров и высокое звание или позорное погоняло конспиролог-альтернативщик. А вот что я собираюсь, так это апеллировать не к вашему эмоциональному уму, а к той части сознания, которая отвечает за критическое мышление. Если у космических агентств космос это зеленый экран со страховочными тросами для космонавтов и виртуальной реальностью, и они, тратя кучу денег на освоение околоземной орбиты, на протяжении 50 лет не могут реализовать ни один из своих сценариев, которыми они кормят своих прихожан, то пора задуматься над тем, реален ли вообще этот космос. Разбираться с этим вопросом нужно быстрее, ибо виртуальная реальность скоро полностью заменит физическую. Я имею в виду в той части, в которой они презентуют это нам, зрителям. И они, как и в 1969 году под руководством Кубрика слетали на Луну, так и в 2020 или 2022 году сгоняют на Марс в киностудии Джеймса Камерона. И вы не распознаете подмены. Подумайте над этим. Я говорю, что это для меня вопрос второстепенный. Если те, кто меня знает давно, вы знаете, что я выступал по телевидению неоднократно на тему плоской Земли и так далее, я приводил факты. Но это абсолютно неважная тема, потому что вы все равно ничего никому не докажете, даже себе не докажете. Вы можете просто выбрать себе позицию и стоять на ней как верующий фанатик, будь она в пользу шарообразной или грушообразной Земли. Она теперь грушообразная, кстати, официально, утолщенная к Южному полюсу. Либо вы сторонник теории плоской Земли, и потом, в принципе, в большей части своих собеседников вы любую мысль выскажете, над вами будут смеяться или крутить у пальца виском, потому что вы как бы себя этим дискредитируете. Собственно, этого и добиваются. Этого и добиваются те, кто это популяризирует, поощряет для оборота в массах, а потом этих людей высмеивает, потому что эти люди, они также несут информацию или пытаются делиться со своими друзьями информацией о старых технологиях, о так называемых теориях заговора, пускай вам Харп, пускай это будет МК Ультра и прочее, и прочее. То есть вот эта теория плоской Земли, она вас списывает из категории серьезных исследователей или вообще вменяемых людей одним розчерком. То есть, собственно, вот для этого эта теория и была запущена. А я не знаю, какой формы Земли. Меня это мало интересует, потому что я не смогу это доказать. Я пытаюсь заниматься вещами, где есть какой-то возможный финальный результат. А здесь, к сожалению, поиск истины невозможен по причине того, что это не в силах индивидуального человека даже доказать себе в качестве реального добросовестного ученого. Я уже не говорю другим. Субтитры подогнал «Симон»